Глава двадцать первая. Жизнь обитателей передовых крепостей на Чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры. Но оба раза горцев не могли остановить. Они уходили, и один раз в Воздвиженской угнали восемь лошадей казачьих с водопоя и убили казака. Набегов со времени последнего, когда был разорен аул, не было. Только ожидалась большая экспедиция в Большую Чечню, вследствие назначения нового начальника левого фланга, князя Баритинского. Князь Баритинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь, как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своем в Грозную собрал отряд, с тем, чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышов писал Воронцову. Собранный Воздвиженский отряд вышел из нее на позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес. Молодой Воронцов жил в великолепной суконной палатке, и жена его, Мария Васильевна, приезжала в лагерь и часто оставалась ночевать. Ни от кого не было секретом отношения Баритинского с Марией Васильевной. И потому непридворные офицеры и солдаты грубо ругали ее за то, что, благодаря ее присутствию в лагере, их рассылали в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь. Ядра эти большую частью не попадали, и потому в обыкновенное время против этих выстрелов не принималось никаких мер. Но для того, чтобы горцы не могли выдвигать орудия и пугать Марию Васильевну, высылались секреты. Ходить же каждую ночь в секреты, для того, чтобы не напугать барыню, было оскорбительно и противно. И Марию Васильевну нехорошими словами чистили солдаты и непринятые высшее общество офицеры. В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся своих однокашников по пажескому корпусу и однополчан, служивших в Куринском полку, и адъютантами и ординарцами при начальстве, приехал в отпуск и бутлер из своего укрепления. С начала его приезда ему было очень весело. Он остановился в палатке Полторацкого и нашел тут много радостно встретивших его знакомых. Он пошел и к Воронцову, которого он знал немного, потому что служил одно время в одном с ним полку. Воронцов принял его очень ласково и представил князю Баритинскому и пригласил его на прощальный обед, который он давал бывшему до Баритинского начальнику левого фланга, генералу Козловскому. Обед был великолепный. Были привезены и поставлены рядом шесть палаток. Во всю длину их был накрыт стол, уставленный приборами и бутылками. Все напоминало петербургское гвардейское житье. В два часа сели за стол. В середине стола сидели. По одну сторону Козловский, по другую Баритинский. Справа от Козловского сидел муж, слева жена Воронцовы. Во всю длину с обеих сторон сидели офицеры Кабардинского и Куринского полков. Бутлер сидел рядом с Полторацким. Оба весело болтали и пили с соседями офицерами. Когда дело дошло до Жаркова и денщики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бутлеру. — А срамиться наш как? — А что? — Да ведь ему надо речь говорить. А что же он может? — Да, брат, это не то, что под полями завалы брать. — А еще тут рядом дама, да эти придворные господа. — Право, жалко смотреть на него, — говорили между собой офицеры. Но вот наступила торжественная минута. Баритинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с короткой речью. Когда Баритинский кончил, Козловский встал и довольно твердым голосом начал. — По высочайшей его величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры, — сказал он. Но считайте меня всегда, как с вами. — Вам, господа, знакомо как истина, — один в поле не воин. Поэтому все, чем я на службе моей, как награжден, все, как чем осыпан, великими щедротами государя-императора, как всем положением моим и как добрым именем, всем, всем решительно, как... Здесь голос его задрожал. — Я как обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои. И морщинистое лицо сморщилось еще больше. Он всхлипнул, и слезы выступили ему на глаза. — От всего сердца приношу вам, как мою искреннюю задушевную признательность. Козловский не мог говорить дальше и, встав, стал обнимать офицеров, которые подходили к нему. Все были растроганы. Княгиня закрыла лицо платком. Князь Семен Михайлович, скривя рот, моргал глазами. Многие из офицеров тоже прослезились. Бутлер, который очень мало знал Козловского, тоже не мог удержать слез. Все это ему чрезвычайно нравилось. Потом начались тосты за Баритинского, за Воронцова, за офицеров, за солдат. И гости вышли от обеда опьяненные и выпитым вином, и военным восторгом, к которому они и так были особенно склонны. Погода была чудная, солнечная, тихая, с бодрящим свежим воздухом. Со всех сторон трещали костры, слышались песни. Казалось, все праздновали что-то. Бутлер в самом счастливом, умиленном расположении духа пошел к Полторацкому. К Полторацкому собрались офицеры, раскинули карточный стол. И адъютант заложил банк в сто рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке в кармане панталон свой кошелек. Но, наконец, не выдержал, и, несмотря на данное себе и братьям слова не играть, стал понтировать. И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспортной картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уже боялся счесть то, что было за ним записано. Он, не считая, знал, что, отдав все жалование, которое он мог взять вперед, и цену своей лошади, он все-таки не мог заплатить всего, что было за ним записано незнакомым адъютантом. Он бы играл и еще, но адъютант строгим лицом положил своими белыми чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записи Бутлера. Бутлер сконфуженно просил извинить его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, и сказал, что он пришлет из дому. И когда он сказал это, он заметил, что всем стало жаль его, и что все, даже Полторацкий, избегали его взгляда. Это был последний его вечер. Стоило ему не играть, а пойти к Воронцову, куда его звали, и все было бы хорошо, думал он. А теперь было не только нехорошо, но было ужасно. Простившись с товарищами и знакомыми, он уехал домой. И, приехав, тотчас же лег спать и спал восемнадцать часов сряду, как спят обыкновенно после проигрыша. Марья Дмитриевна, потому что он попросил у нее полтинник, чтобы дать на чай провожавшему его казаку, и по его грустному виду и коротким ответом поняла, что он проигрался, и напала на Ивана Матвеевича, зачем он отпустил его. На другой день Бутлер проснулся в двенадцатом часу, и, вспомнив свое положение, хотел бы опять нырнуть в забвение, из которого только что вышел. Но нельзя было. Надо было принять меры, чтобы выплатить четыреста семьдесят рублей, которые он остался должен незнакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз пятьсот рублей в счет той мельницы, которая оставалась еще у них в общем владении. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему на каких она хочет процентах те же пятьсот рублей. Потом он пошел к Ивану Матвеевичу, и, зная, что у него или, скорее, у Марьи Дмитриевны есть деньги, просил его дать ему взаймы пятьсот рублей. — Я бы дал, — сказал Иван Матвеевич. — Сейчас отдал бы. Домашка не даст. — Они, эти бабы, очень уж прижимисты. Черт их знает. — А надо, надо выкрутиться, черт его возьми. — У того черта, у Маркетанта нет ли? Но у Маркетанта нечего было пробовать и занимать, так что спасение Бутлера могло прийти только от брата или от скупой родственницы. Глава двадцать вторая Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи Мурат вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову, и, когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменить на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский, и он переговорит с ним. Тогда Хаджи Мурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухи, небольшом городке Закавказья, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухи, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы, Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи Мурату переехать в Нуху. Для Воронцова, для петербургских властей, так же, как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджи Мурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в Кавказской войне, или просто интересным случаем. Для Хаджи Мурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и, как не трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех, и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля. Но оказалось, что выход его семьи, который он думал легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджи Мурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьей к русским. Но людей, готовых на это, слишком мало, и что они не решаются сделать этого в месте заключения семьи, введено. Но сделают это только в том случае, если семью переведут из введено в другое место. Тогда на пути они обещают сделать это. Хаджи Мурат велел сказать своим друзьям, что он обещает три тысячи рублей за выручку семьи. В Нухе Хаджи Мурату был отведен небольшой дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского дворца. В том же доме жили приставленные к нему офицеры и переводчик, и его нукеры. Жизнь Хаджи Мурата проходила в ожидании и приеме лазутчиков из гор, и в разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи. Вернувшись восьмого апреля с прогулки, Хаджи Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджи Мурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенький статский советник Кириллов передал Хаджи Мурату желание Воронцова, чтобы он к двенадцатому числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским. — Якши! — сердито сказал Хаджи Мурат. Чиновник Кириллов не понравился ему. — А деньги привез? — Привез, — сказал Кириллов. — За две недели теперь, — сказал Хаджи Мурат и показал десять пальцев и еще четыре. — Давай. — Сейчас дадим, — сказал чиновник, доставая кошель из своей дорожной сумки. — И на что ему деньги? — сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджи Мурат не понимает. Но Хаджи Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Доставая деньги, Кириллов, желая разговариваться с Хаджи Муратом, с тем, чтобы иметь что передать по возвращении своему князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджи Мурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос. — Скажи ему, что я не хочу с ним говорить, пускай даст деньги. И сказав это, Хаджи Мурат опять сел к столу, собирая считать деньги. Когда Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых, Хаджи Мурат получал по пять золотых в день, он подвинул их к Хаджи Мурату. Хаджи Мурат сыпал золотые в рука в черкеске, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеши и пошел из комнаты. Статский советник превскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. То же подтвердил и пристав. Но Хаджи Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты. — Что с ним станешь делать? — сказал пристав. — Пырнет кинжалом, а вот и все. — С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает. Как только смерклась, пришли из гор обвязанные до глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджи Мурату. Один из лазутчиков был мясистый черный тавлинец, другой — худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджи Мурата нерадостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будет помогать Хаджи Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахи, долго молчал. Хаджи Мурат думал, и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз, и необходимо решение. Хаджи Мурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал. — Идите. — Какой будет ответ? — Ответ будет, какой даст Бог. Идите. Лазутчики встали и ушли. А Хаджи Мурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал. — Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему? — думал Хаджи Мурат. — Он лисица. Обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было потому, что он теперь, после того, как я побыл у русских, уже не поверят мне, — думал Хаджи Мурат. И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах. И на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. — Лети, — сказали они, — туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут. Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его. — Так заклюют и меня, — думал Хаджи Мурат. — Остаться здесь, покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство. — Это можно, — думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лесные слова старого князя. — Но надо сейчас решить, а то он погубит семью. Всю ночь Хаджи Мурат не спал и думал. Глава двадцать третья К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться ведено и или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским или бежит с ней в хунзах и будет бороться с Шамилем, Хаджи Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила расистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому. Пройдя сени, Хаджи Мурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадьми. Гамзала, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи Мурата и узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и хан Магома спали. Хаджи Мурат положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доске стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые. «За шеи и эти», — сказал Хаджи Мурат, подавая Элдару полученные нынче золотые. Элдар взял золотые и, тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзала приподнялся и сидел, скрестив ноги. «А ты, Гамзала, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко», — сказал Хаджи Мурат. «Порох есть, пули есть. Будет готово», — сказал Гамзала и зарычал что-то непонятное. Гамзала понял, для чего Хаджи Мурат велел зарядить ружья. Он с самого начала и, что дальше, то сильнее и сильнее, желал одного — побить, порезать, сколько можно русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, говорил, что этого самого хочет и Хаджи Мурат, и был доволен. Когда Хаджи Мурат ушел, Гамзала разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни, переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороху, а затыкали хазыри с отмеренными зарядами пороха, пулями, обернутыми в масляные тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом. Перед рассветом Хаджи Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате женокеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню, оттачиваемого кинжала. Хаджи Мурат зачерпнул воды из катки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи Мурату песню. Хаджи Мурат остановился и стал слушать. В песне говорилось о том, как Джигит Гамзат угнал своими молодцами с русской стороны табун белых коней. Как потом его настиг затериком русский князь и как он окружил его своим, как лес большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и крой в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им. — Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны. Этими словами кончалась песня. И к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого хан Магомы, который при самом конце песни громко закричал «Ля-Иль-Ляха-Иль-Алла» и пронзительно завизжал. Потом все затихло. И опять слышалось только соловьиное чмоканье и свист из сада, и равномерное шипение, и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери. Хаджи Мурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату. Совершив утренний намаз, Хаджи Мурат осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того, чтобы выехать, надо было спросить у пристава, а на дворе было еще темно, и пристав еще спал. Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было. Было тогда, когда Хаджи Мурат только что родился, но про что ему рассказывала его мать. Песня была такая. Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью и рано зажила без трав и кореньев. Не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик джигит. Слова этой песни обращены были к отцу Хаджи Мурата. И смысл песни был тот, что когда родился Хаджи Мурат, Ханша родила тоже своего другого сына, Умма Хана, и потребовала к себе в кормилице мать Хаджи Мурата, выкормившую старшего ее сына, Абунунцала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджи Мурата рассердился и приказывал ей. Когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его и выкормила, и на это дело сложила песню. Хаджи Мурат вспомнил свою мать, когда она, укладывая его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню. И он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую он видел перед собою свою мать, не такую сморщенной, седой и с решеткой зубов, какой он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет пять, и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду. И вспомнился ему и морщинистый седой бородкой дед Серебренник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилась, как мать в первый раз обрила ему голову, и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку. И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец Джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его в последний раз. Это было в тот день, когда он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен, и держал в поводу свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его, он был выше отца, дышали отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость плечи, очень широкий юношеский таз и тонкий длинный стан, длинные сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца. И он всегда любовался сыном. — Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Береги и мать, и бабку, — сказал Хаджимурад. И Хаджимурад помнил то выражение молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабки. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджимурад уже не видел ни жены, ни матери, ни сына. — И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль. О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать. Мысли эти так взволновали Хаджимурада, что он не мог более сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, кликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали. — Пойди и скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку. — И седлайте коней, — сказал он. Единственным утешением Бутлера была в это время воинственная поэзия, которой он предавался не только на службе, но и в частной жизни. Он, одетый в черкесский костюм, джигетовал верхом и ходил два раза в засаду с Богдановичем, хотя оба раза эти они никого не подкараулили и никого не убили. Эта смелость и дружба с известным храбрецом Богдановичем казалась Бутлеру чем-то приятным и важным. Долг свой он уплатил, заняв деньги у еврея на огромные проценты, то есть только отсрочил и отдалил неразрешенное положение. Он старался не думать о своем положении и, кроме воинственной поэзии, старался забыться еще вином. Он пил все больше и больше и со дня на день все больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марье Дмитриевне, а, напротив, стал грубо ухаживать за ней, но, к удивлению своему, встретил решительный отпор, сильно пристыдивший его. В конце апреля в укрепление пришел отряд, который Борятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходимой Чечню. Тут были две роты кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угощевались не только ужином кашей-говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угощевали пришедших. Угощение кончилось попойкой с песенниками, и Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледно-серый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ею воображаемых врагов, и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню. «Шамиль начал бунтоваться в прошедшие года, трай-рай-р-татай в прошедшие года». Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию. Но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича. Но остановить его не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой. Полный месяц светил на белые домики и на камне дороги. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марью Дмитриевну в платке, покрывшем ей голову и плечи. После отпора, данного Марьей Дмитриевной Бутлеру, он немного совестясь избегал встречи с нею. Теперь же, при лунном свете и от выпитого вина, Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней. «Вы куда?» — спросил он. «Да своего старика проведать», — дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренно и решительно отвергала ухаживание Бутлера. Но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее. «Что же его проведать? Придет». «Да придет ли». «А не придет, принесут». «То-то, нехорошо ведь это», — сказала Марья Дмитриевна. «Так, не ходить?» «Нет, не ходите, а пойдемте лучше домой». Марья Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она все так же нравится ему. Но он не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так, молча, они совсем уже подходили к дому, когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с конвоем. «Это кого Бог несет», — сказала Марья Дмитриевна и посторонилась. Месяц светил взад приезжему, так что Марья Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потому Марья Дмитриевна знал его. «Петр Николаевич, вы?» — обратилась к нему Марья Дмитриевна. «Я самый», — сказал Каменев. «А, Бутлер, здравствуйте. Не спите еще? Гуляете с Марией Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. Где он?» «А вот, слышите», — сказала Марья Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса и песни. «Кутят». «Это что же, ваши кутят?» «Нет, пришли из Хасавьюрта, вот и угощаются». «А, это хорошее дело, и я поспею. Я к нему ведь только на минуту». «Что же, дело есть?» — спросил Бутлер. «Есть, маленькая дельце. Хорошее или дурное?» «Кому как, для нас хорошее. Кое для кого скверное». И Каменев засмеялся. В это время и Пеший, и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича. «Чихерев!» — крикнул Каменев казаку. «Подъезжай-ка!» Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом. «Ну, достань-ка штуку!» — сказал Каменев, слезая с лошади. Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку. «Так, показать вам новость? Вы не испугаетесь?» — обратился он к Марье Дмитриевне. «Чего же бояться?» — сказала Марья Дмитриевна. «А вот она!» — сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца. «Узнаете?» Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженной бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение. Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом. Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах. «Как же это? Кто его убил? Где?» — спросил он. «Удрать хотел, поймали», — сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с Бутлером. «И молодцом умер», — сказал Каменев. «Да как же это все случилось?» «А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я все подробно расскажу, ведь я затем послан, развожу по всем укреплениям, аулам, показываю». Было послано за Иваном Матвеевичем, и он пьяный, с двумя так же сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева. «А я к вам», — сказал Каменев. «Хаджи Мурата голову привез». «Врешь! Убили?» «Да, бежать хотел». «Я говорил, что надует». «Где же она, голова-то? Покажи-ка!» — кликнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее. «А все-таки молочина был», — сказал он. «Дай я его поцелую». «Да, правда, лихая была голова», — сказал один из офицеров. Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула. «А что ж ты, Каменев, приговариваешь, что когда показываешь?» — говорил один офицер. «Нет, дай я его поцелую. Он мне шашку подарил», — кричал Иван Матвеевич. Бутлер вышел на крыльцо. Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась. «Что вы, Марья Дмитриевна?» — спросил Бутлер. «Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право», — сказала она, вставая. «Тоже со всеми может быть», — сказал Бутлер, не зная, что говорить. «На то война!» «Война!» — скрикнула Марья Дмитриевна. «Какая война? Живорезы, вот и все. Мертвое тело земле предать надо. Они зубоскалят. Живорезы, право», — повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход. Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как было все дело. И Каменев рассказал. Дело было вот так. Глава двадцать пятая. Хаджи Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех внухи была полусотня, из которой разобраны были по начальству человек десять. Остальных же, если их посылать, как было приказано по десять человек, приходилось бы наряжать через день. И потому в первый день послали десять казаков. А потом решили посылать по пять человек, прося Хаджи Мурата не брать с собой всех своих нукеров. Но двадцать пятого апреля Хаджи Мурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время, как Хаджи Мурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджи Муратом и сказал ему, что ему не позволяется брать с собой всех. Но Хаджи Мурат как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый Назаров. Он был старший в бедной старообрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями. — Смотри, Назаров, не пускай далеко! — крикнул воинский начальник. — Слушаю, ваше благородие! — ответил Назаров и, поднимаясь на стременах, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку, своего доброго, крупного, рыжего, горбоносого мерина. Четыре казака ехали за ним. Ферапонтов — длинный, худой, первый вор и добытчик, тот самый, который продал порох Гамзале. Игнатов — отслуживший срок, немолодой человек, здоровый мужик, хваставшийся своей силой. Мишкин — слабосильный малолеток, над которым все смеялись. И Петраков — молодой, белокурый, единственный сыну матери, всегда ласковый и веселый. С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась. И солнце блестело и на только что распустившейся листве, и на молодой девственной траве, и на всходах хлебов, и на рябе быстрой реки, видневшейся налево от дороги. Хаджимурат ехал шагом. Казаки и его нукеры, не отставая, следовали за ним. Выехали шагом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на повозках и скрипящие арбы на буйволах. Отъехав версты две, Хаджимурат тронул своего белого кабардинца. Он пошел проездом, так что его нукеры шли большой рысью. Так же ехали и казаки. — Эх, лошадь добра под ним, — сказал Ферапонтов. — Кабы в ту пору, как он немирный был, ссадил бы его. — Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе. — А я на своем перегоню, — сказал Назаров. — Как же перегонишь, — сказал Ферапонтов. Хаджимурат все прибавлял хода. — Эй, кунак, нельзя так, потише, — прокричал Назаров, догоняя Хаджимурата. Хаджимурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же проездом, не уменьшая хода. — Смотри, задумали, что черти, — сказал Игнатов, — вишелупят. Так прошли сверсту по направлению к горам. — Я говорю, нельзя, — закричал опять Назаров. Хаджимурат не отвечал и не оглядывался. Только еще прибавлял хода и с проезда перешел на скок. — Врешь, не уйдешь! — крикнул Назаров, задетый за живое. Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, пристав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджимуратом. Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с добрую, сильную лошадью, летел по ровной дороге за Хаджимуратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым скоком набирал на Хаджимурата и приближался к нему. Хаджимурат сообразил под опыту крупной лошади-казака, приближавшегося к нему, что он накоротко должен настигнуть его, и, взявшись правой рукой за пистолет, левый стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собой лошадиный топот кабардинца. «Нельзя, говорю!» — крикнул Назаров, почти ровняясь с Хаджимуратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел. «Что же это ты делаешь?» — закричал Назаров, хватаясь за грудь. «Бей их, ребята!» — проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла. Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками. Назаров висел на шее, носивший его вокруг товарищей испуганной лошади. Под Игнатовым упала лошадь, придавив ему ногу. Двое горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок. Сожгли его, и он, как мешок, кувырнулся с лошади. Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханефис и Хан Магомой бросились за Мишкиным, но он был уже далеко впереди, и горцы не могли догнать его. Увидав, что они не могут догнать казака, Ханефис и Хан Магомой вернулись к своим. Гамзала, добив кинжалом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с лошади. Хан Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджимурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже версты за три отнухи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу. Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба всхлипывая, умирал. — Батюшки, отцы мои родные, что наделали? — вскрикнул, схватившись за голову начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджимурата. — Голову сняли! Упустили, разбойники! — кричал он, слушая донесения Мишкина. Тревога дана была везде, и не только все бывшие в наличности казаки были посланы забежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать — милиционеры из мирных аулов. Объявлено было тысяча рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджимурата. И через два часа после того, как Хаджимурат с товарищами ускакали от казаков, больше двухсот человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших. Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджимурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелись сакли и минарет аула Миларджика. Налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджимурат повернул в противоположную сторону, влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Он же, и без дороги переправясь через Алазань, выйдет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и проедет по ней до леса, и тогда уже, вновь переехав через реку, лесом проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. А рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджимурат и его нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место. Но то поле, на которое они попали, было все равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком хлопаний о пробке вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались. Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они все еще не доехали до реки. Влево был островок с распустившимися листиками кустов, и Хаджимурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи. Въехав в кусты, Хаджимурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться. Сами же поели взятого с собою хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы. И ночь была темная. Соловьев в нухе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджимурат своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли, но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджимурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их. И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слышал нынче ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и будет. И ему вдруг стало серьезно на душе. Он разослал бурку и совершил намаз. И едва только окончив его, как послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине. Быстроглазый хан Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханефи увидел такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник своими милиционерами. — Что ж, будем биться, как Гамзат, — подумал Хаджимурат. После того, как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казаков бросился в погоню Хаджимурата, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером ему встретился старик-татарин. Карганов спросил у старика, не видал ли он шестерых конных. Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных кружили по рисовому полю и въехали в кусты, в которых он собирал дрова. Карганов, захватив с собой старика, вернулся назад и, по виду стреноженных лошадей, уверившись, что Хаджимурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджимурата живого или мертвого. Поняв, что он окружен, Хаджимурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. Инукеры тут же же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджимурат работал вместе с ними. Как только стало светать, как к кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал. — Эй, Хаджимурат, сдавайся! Нас много, а вас мало! В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнула винтовка, и пуля попала в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов. И пули их, свистя и жужжа, обивали листья и сучья и попадали в завал, но не попадали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзалы была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но, разорвав треногу и треща по кустам, бросилась к другим лошадям и, прижавшись к ним, поливала кровью молодую траву. Хаджимурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-нибудь из милиционеров выдавался вперед и редко миновали цели. Три человека из милиционеров были ранены, и милиционеры не только не решались броситься на Хаджимурата и его людей, но все более и более отдалялись от них и стреляли только издалека, на Абум. Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджимурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджиага Мухтулинский своими людьми. Их было человек двести. Гаджиага был когда-то кунак Хаджимурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмед Хан, сын врага Хаджимурата. Гаджиага, так же, как и Карганов, начал с того, что закричал Хаджимурату, чтобы он сдавался. Но так же, как и в первый раз, Хаджимурат ответил выстрелом. — В шашки, ребята! — крикнул Гаджиага, выхватив свою, и послышали сотни голосов людей, с визгом бросившихся в кусты. Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало один за другим несколько выстрелов. Человека три упало, и нападавшие остановились, и на опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли, и вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебегать, некоторые же попадали под пули Хаджимурата и его людей. Хаджимурат бил без промаха. Точно так же редко выпускал выстрел даром гамзала, и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел ля-ль-ляха-иль-алла, и не торопясь стрелял, но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов, и стрелял часто, и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджимурата и высовываясь из-за завала. Волосатый ханефи, с засученными рукавами, и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружья, которые передавали ему Хаджимурат и Курбан, старательно загоняя железным шомполом обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха на полке. Хан Магома же не сидел, как другие в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место, и не переставая визжал и стрелял с руки без подсошек. Его первого ранили. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджимурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджимурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять. — Бросимся в шашки! — в третий раз говорил Элдар. Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов. Но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь на ногу Хаджимурату. Хаджимурат взглянул на него. Бараньи прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджимурата. Рот, с выдающейся, как у детей, верхней губой, дергался, не раскрываясь. Хаджимурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханэфи нагнулся над убитым Элдаром и стал быстро выбирать нерастрелянные заряды из его черкески. Курбан между тем все пел, медленно заряжая и целясь. Враги, перебегая от куста к кусту, с гиканьем и визгом, придвигались все ближе и ближе. И еще пуля попала Хаджимурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой силача Абу-Нун-Салхана, как он, придерживая рукой отрубленную висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага. То видел слабого, бескровного старика Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его мягкий голос. То видел сына Юсуфа, то жену Софиад, то бледная, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля. И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства, ни жалости, ни злобы, никакого либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже начиналось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов. Он зашатался и упал. Несколько человек-милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без попахи бритая голова. Потом поднялось с туловища и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался. Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему гаджи-ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал. И враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и, осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерии шеи и черная из головы и залила траву. И Карганов, и Гаджи-ага, и Ахмед-хан, и все милиционеры, как охотник над убитым зверем, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей. Ханефи, Курбана и Гамзалу связали, и в пороховом дыму стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу. Соловьи, смокнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко и потом другие в дальнем конце. Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди спаханного поля. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова